Дарья Федоркина Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Знаменательное событие в культурной жизни города В Бийске открылась выставка «От сердца Петербурга к сердцу Азии» Кровавые разборки в школе, обычный учебный день обернулся серьезным конфликтом Сегодня в Бийске стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню города Масштабное театрализованное представление с участием лучших хореографических коллективов города Развернулось на стадионе юбилейном Город Бийск – это единственный город за Уралом, который был основан по указу Петра Первого У города богатое, прошлое, великое будущее и настоящее От всей души всех поздравляем с этим знаменательным праздником и юбилеем День семи, год семи, желаю всем всем благополучия и здоровья Людного неба нам всем Спасибо, еще раз с праздником Десять танцевальных и десять вокальных коллективов Около двух сотен участников Масштабное шоу, посвященное 315-летию Бийска, дало старт празднованию Дня города Со словами поздравления горожанам обратились представители правительства края Награды за многолетний добросовестный труд получили бийчане, внесшие вклад в развитие Наукограда Праздник в честь Дня города продолжится и завтра Концертная программа на Петровском бульваре откроет второй день Бийск современный В 15.00 начнутся выступления детских коллективов Я расту, растет мой город и мастер-класс «Раскрась свой Бийск» А в 17.00 программа переместится на главную сцену В течение всего дня в парке развернут множество локаций Праздничные соревнования «Быстрее пули», выставка продажи Наукоград Бийск Мастер-классы, фотозоны и другие развлечения Особое место в концертной программе также займут патриотические песни Празднование Дня города завершится выступлением группы Владимира Кислова Праздничным настроением бийчане прониклись, поздравляют друг друга и адресуют пожелания родному городу Чтобы он процветал Я этому городу отдал 45 лет И живу в нем, радуюсь Город мне нравится, конечно, но есть у него города проблемы И хочу, чтобы он процветал на радость всем бийчам Для всего самого хорошего Чтобы детки хорошо отдыхали В школах, чтобы все было нормально В магазинах, цены были подешевле Ну что человеку надо? Вот то и пожелаю Желаем городу, чтобы он процветал и развивался Чтобы все у нас хорошо было развитие действительно И чтобы транспорт сходил лучше На самом деле, во многих городах была и Бийск самый лучший город Я хочу, чтобы все жители были добрыми, счастливыми И чтобы город развивался самое главное Не стоял на месте От Калининграда до Иркутска В эти дни в Бийске проходит одна из крупнейших в России конференций По криптографии и компьютерной безопасности Площадкой для проведения форума стал Бийский технологический институт Любая конференция это прежде всего обмен опытом Видите, очень большая география Различные научные школы И конференция это как раз та площадка Где различные научные коллективы И, кстати говоря, не только научные коллективы На конференции присутствуют и представители фирм Которые занимаются практической разработкой программного обеспечения Они могут обменяться опытом, основными направлениями своей деятельности И достигнутыми результатами А также установить связи для дальнейшей совместной работы Каждый год школа-семинар меняет свои локации Ее участниками становятся научные сотрудники и студенты Ведущих технических вузов страны Спикеры поднимают актуальные вопросы Защиты информации в компьютерных системах и сетях Обсуждают фундаментальные математические проблемы Криптографии и обмениваются опытом по созданию средств компьютерной безопасности В этом году, я считаю, что очень высокое качество у нас докладов Они именно достойны для любой конференции Не только для конференции студенческого плана Потому что даже специалистам Отмечали участники, что даже специалистам Это очень интересно было послушать Такой материал редко где найдешь Когда он разжеван, подобран, себе просмотрел И ты сразу можешь понять проблемы Стоящие в этой области Знаменательное событие в культурной жизни города В Бийске открылась выставка От сердца Петербурга к сердцу Азии Посвященная 150-летию со дня рождения Николая Рериха и столетию Центрально-азиатской экспедиции Уникальная выставка от сердца Петербурга к сердцу Азии Организована при содействии Санкт-Петербургского музея института семьи Рерихов Бийского краеведческого музея И Рериховского сообщества Беловодья Знаковой фигурой является Николай Рерих Чья судьба, жизнь и путешествие Легли в основу представленной экспозиции Первый зал, в котором мы сейчас находимся Который посвящен становлению Рериха Как художника, как великого деятеля По защите культуры Тут я не побоюсь каких-то определений Таких пафосных Потому что, мне кажется, больше человека Который лично внес вклад в сохранение мировой культуры Не найти на всей планете Поэтому мы, конечно, делаем акцент на эту тему Еще одним важным звеном выставки Является Центрально-Азиатская экспедиция Которая стала главным свершением в жизни Рериха В залах представлены работы Петербургского фотографа и режиссера Сергея Цихановича Который прошел по маршруту деятелей искусств А также картины Иосифа Капеляна Погружающие в атмосферу Индии Культуру которой высоко ценили Рерихи Выставка абсолютно интересна всем То есть она состоит из трех залов Абсолютно разных, но объединенных одной темой И плюс ко всему здесь представлены Работы из фондов Бийского кровеческого музея Это картина Рудзиты, которая написала портрет Николая Константиновича Ну и, конечно, материалы, книги, иллюстрации, открытки Это предоставило Рериховское общество о Беловодье Кроме того, в выставочном зале пройдут лекции и кинопоказы, посвященные Рериху Завершится выставка от сердца Петербурга к сердцу Азии В день рождения Николая Константиновича 9 октября Дарья Федоркина, Андрей Сегаев, Будни А далее реклама, не переключайтесь Куртки для любой погоды Со скидкой до 70% Новая осенняя коллекция уже в продаже Магазин Ермак, Митрофаново 35, остановка вокзал На нашей улице опять праздник Пассивный доход на благо каждой семьи Теперь знаю сама, узнаешь ты АЭС Финанс узнал, передай другу Сбережения до 20% годовых Готовим клиентов для вашего бизнеса В ассортименте Телевизионные каналы в цифровом и кабельном эфире Социальные сети, сайт, печатные СМИ Оптом скидки Бийская медиагруппа 31 31 15 В эфире будни мы продолжаем Кровавые разборки в школе 5 сентября обычный учебный день В одном из образовательных учреждений города Обернулся серьезным конфликтом 17-летний подросток достал нож И ранил другого в шею Мальчик получил серьезную травму И был доставлен в больницу В этот же день нападавший подросток Упал с шестого этажа многоквартирного дома Остался жив и также поступил в медицинское учреждение По словам учащихся школы Серьезный конфликт разгорелся на почве буллинга Один из парней не выдержал прессинга И решил таким жестоким образом наказать обидчика Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи По данному факту Следственными органами Следственного комитета России По Алтайскому краю Возбуждено уголовное дело По признакам преступления Предусмотренного пунктом З Части 2 статьи 111 Головного кодекса Российской Федерации Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Совершенное с применением оружия Следователями регионального следственного комитета Устанавливаются обстоятельства И мотив произошедшего Допрашиваются свидетели и очевидцы Строительство забора на берегу Катуни Прокуратура признала незаконным Напомним, ранее мы рассказывали о том Что на берегу реки появился двухметровый забор И это возмутило жителей Майминского района Которые оказались отрезаны от воды Дело получило широкую огласку Прокуратура Республики Алтай провела проверку По строительству двухметровой преграды Которая была возведена в водоохранной зоне реки Катунь В селе Турбазы Юность Забор растянулся на десятки метров Жители, чьи дома выходят на живописный берег В одночасье лишились всех прелестей природы Все беспрепятственно выходили на берег реки Но это все продолжалось у нас совершенно До августа 21 числа У нас образовался вот этот вот забор И он теперь препятствует выходу на берег Как и нам жильцам, так и собственно приезжим Никто не может сюда пройти К берегу стало невозможно подойти Оно чьё-то стало чьё-то Всё заградили, подойти нельзя Там участок, ну всё это за Черемшанку даже Поэтому считаем, что это нарушено Все права, которые есть у нас К делу подключились в правительстве республики В Рио главы Андрей Турчак дал поручение Межведомственной комиссии разобраться с вопросом В ходе проверок выяснилось, что земельный участок Находится в частной собственности Жительницы Горноалтайска Свою территорию она и начала загораживать Тем самым заблокировала доступ к реке Это противоречило водному кодексу Российской Федерации Согласно которому водные объекты находятся в федеральной собственности А полоса земли вдоль реки предназначена для общего пользования В отношении собственницы возбудили дело об административном нарушении И обязали демонтировать сооружение Найти средства и построить Проект строительства долгожданный для жителей Нагорной части Бийска школы номер 31 Получил положительное заключение государственной экспертизы Об этом сегодня сообщил глава города Виктор Щегрев Напомним, весной 2021 года учебный процесс в этом образовательном учреждении Был полностью остановлен Учащиеся продолжили обучаться в школах города Аварийное здание 31 школы было снесено практически три года Жители Нагорной части Бийска пытались добиться от властей Всех уровней какой-либо информации касаемо строительства новой школы На данный момент проект согласован Теперь, по словам главы Бийска, чиновники приступят к изысканию финансирования И впоследствии к самому строительству Новая школа будет рассчитана на 350 мест Пока одни стараются сделать город красивее и уютнее, другие сводят эти старания на нет В Бийске участились случаи вандализма Объектами интереса со стороны горожан, склонных к хулиганству Становятся скамейки, урны, фонари, игровые элементы на детских площадках И даже предупреждающие аншлаги о том, как бийчане портят городское имущество И чем это чревато в сюжете Кристины Черновой О благоустройстве Парка Победы мы не раз говорили в выпусках новостей Работы здесь ведутся в рамках программы «Комфортная городская среда», в которой наш город участвует достаточно активно Здесь уже заменили брусчатку, обновили бордюры Установили систему освещения, скамейки, урны и ограждения И отреставрировали имеющиеся в парке культурные объекты В том числе памятник пограничникам Теперь дело за озеленением Скоро здесь появятся молодые березы и живая изгородь Однако за их сохранность переживают уже сейчас С болью лично я наблюдала, как заезжают в арки прямо с дороги через тротуар машины На перегонки гоняют по брусчатке автомобили Нам пришлось из-за этого увеличить количество столбов И теперь у нас в арках будут стоять столбики Потому что люди не понимают и прямо проезжают на машинах в парк Сломанные грязные скамейки, следы колес на клумбах и мусор Не таким ожидали увидеть бейчане парк Победы накануне его открытия В обустройство общественных мест Бийска ежегодно вкладываются немалые средства Однако отдельные горожане не только не стремятся сделать родной город лучше А напротив разрушают все то, что сделали другие Участились случаи вандализма И некоторые из них удивляют своей бессмысленностью От маленькой шалости до повреждений, несущих опасность Так, из мест, где купаться запрещено, стали пропадать предупреждающие аншлаги Неизвестные украли четыре знака, причем вместе с опорами У меня большая просьба к населению Дело в том, что все эти знаки, они не только просто так стоят Они предупреждают и, возможно, кого-то даже спасут Люди ограничатся тем, что отдохнут возле воды Мало того, они имеют определенную стоимость И при нахождении тех вандалов, которые, соответственно, это сделали Они будут, соответственно, восстанавливать это Боявить и наказать хулиганов непросто, но еще сложнее упредить нарушения Остановить тех, кто становится троянским конем в собственном городе Любителям творить хаос стоит помнить, что за такие действия придется отвечать по закону Кристина Чернова, Илья Питков, Будни В это воскресенье, 8 сентября, единый день голосования В Бейске пройдут до выбора депутата в Думу города Отдать свой голос за одного из пяти кандидатов смогут жители по 14 округу От района переезда до Кирпзавода В это воскресенье будет открыто пять избирательных участков В школе номер 40, номер 18, в Кадетской, на воинов-интернационалистов В Бейском промышленно-технологическом колледже Общежитии Бейского технологического института на улице Трофимова Узнать, попадаете ли вы в список голосующих, можно на сайте госуслуги Добавим, в этот день пройдут выборы представительных органов В сельских поселениях и в муниципальных районах края А в Барнауле состоятся до выбора депутата АКЗС по 21-му избирательному округу А в соседнем регионе, республике Алтай, в этот день жители выберут сразу и главу региона И депутатов местного госсобрания А теперь пришло время рассказать о погоде 7 сентября в Бейске будет пасмурно Ожидается дождь, ветер юго-западный слабый Атмосферное давление в пределах нормы Влажность воздуха до обеда и вечером будет повышенной Магнитосфера будет спокойной Ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 13, плюс 15 И это все новости на сегодня Если у вас есть актуальные темы, предложения, злободневные вопросы Сообщите нам, мы постараемся вам помочь Телефон нашей редакции 313-507 А также ищите нас в социальных сетях Оставляйте комментарии Хорошего завершения рабочей недели До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин